здравствуйте друзья хотел рассказать об одной интересной встречи которые у меня сегодня было то есть это не не то что встреча встреча а это так все называется appointment то есть студентка записалась вот поговорить по поводу поиска работ ну и студент когда так как-то по касательной студентка то есть она не брала вашу программу в которой есть интерншип там и всякие такие сервисы связанные с поиском работы она пришла и взяла один-единственный курс по автоматизации там тестировать но чего пришла я думаю что пришла но она показывает свое резюме я смотрю на резюме и она говорит что вот мне в общем то звонят говорит она и вот но дальше не идет я начинаю читать ее резюме читаю я обычно так я первое смотрю самого верха что и потом начинаю снизу идти и смотреть насколько то что сверху значит обоснованного историей всех дел да то есть я хочу вот это она пишет что я там крутой специалист по ручному и автоматическому тестированию и перечисляет там массу вещей вот прямо в этой одной строчке у нее всего одна строчка который говорит о том какие у нее там эти квалификации на кишина такой серьезный там senior level специалист и у нее экспертиза там в но там перечисляли ну я начинаю снизу смотреть значит с 2005 по 2007 год ну то есть десять лет назад грубо она два года работала есть такая индийская известная компания там в индии чего-то там делая а типа тестировала типа тестировала но тестировала на mainframe вот эти вот IBM 360 вот такого плана компьютеры что-то там тестировала не знаю ночью тестировал ну хорошо после этого между 2007 и 2008 вот в этот промежуток времени у нее два контрактика значит один в сша уже один контрактик три месяца она волонтером волонтером в какой-то конторе типа веб-дизайн делала чего раньше никогда не делала и другой у нее тоже месяца три она типа тестировала но когда вы типа тестер да написано что она тестер но когда вы читаете ее обязанности кроме одной фразы что она тестировала одного булета все остальные о том что на какие-то имиджи там создавала начат оплодала и так далее ну то есть совершенно очевидно что тестирование притянуто за уши как я уже не знаю что то есть это прет как вот так волчья морда из-под маленький такой овечьей шкурки понимаете ну прет ладно а дальше все вот начинаем с 2007 8 года все я бы что же ты делала она год ну там у меня сначала у меня там не было визы потом у меня там появилась виза но я там двух детей родила и туда и сюда и в общем туда я ну хорошо а тебе люди звонят тебя спрашивают сколько ты хочешь иногда я бы сколько ты хочешь она ведь 45 долларов в час значит если бы весь ее опыт был актуальным то есть это не был бы 7 лет назад а был бы прямо вот тут это я не уверен что она тянет на 45 долларов в час с учетом того что она там на на мэйн фрейм что-то такой того не переносимых навыков нет понимаете то есть как бы общая таскать идея но переносимых навыков немного автоматизация она значит я год и пишешь она вот в этой сам или там делать что искал что одна строчка и она там и селениум и веб-драйвер я говорю но ты же вот я говорю вот твое резюме где ты занималась селениум и веб-драйвер я же класса у вас брала я году ты разницу чуешь между вот классы брать и быть серьезным специалистом вот и 45 долларов в час хочешь это же не не то что вот всем с улиц так значит но самое интересное что все что я и говорю у нее есть как бы возражение она начинает мне объяснять вот что там чего-то еще чего-то ягод и пойми говорю меня рядом нет чтобы мне объяснять вот и говорю по их пришли поисла на резюме или там повесила куда-то и все что я вижу это твои резюме я должен еще захотеть с тобой разговаривать понимаешь история какая я бы поэтому ты мне надо мне как я тебя даже нет не спрашивая тебе я читаю резюме я говорю что меня напрягает и вот она значит не чек не не слышит но дальше атака в общем чисто внешне такой очень такой хорошей внешности приятной такая и глазки так светятся в общем и так она видно энергии в человеке есть ну как значит там я начинаю ей объяснять она как бы она не то что не согласна в том смысле что она как ну да да там еще одна линия идет я смотри говорю вот ты пишешь что ты вот я читаю первое что я вижу что ты пишешь там эту индийскую контору мы тебя вот или допустим знаю но ты не пишешь что это было в индии она и чего я говорю ничего говорю но первая моя мысль состоит в том что у тебя нет американского экспириенса и ты скрываешь это думаешь что все вокруг идиоты и они не заметят там и так далее но вот я я я снизу еду да но тебя вижу она скрывает что это было в индии больше того говорю давай смотреть дальше дальше два контракте к по три месяца она пишет что это в сша она пишет город то есть там она писала компания и должности компания да здесь она пишет и должность и компания и город и штат я познаю как интересно ты ты как бы сама себя ну просто на показ выставила потому что у тебя нет последовательного так сказать представления информации о компании тут у тебя со страной и так с городом а здесь у тебя без то есть явно ты чё-то такое скрывать кроме того говорю я я нигде в твоем резюме не вижу что у тебя есть какое-то разрешение на работу у тебя есть разрешение на работу она где-то у меня грин карта я к что ж ты не написала нигде это зачем я говорю за тем что я смотрю и думаю процентов 70 80 рынка это люди у которых нет разрешения на работу вот они ходят прикидываются что у них есть достали абсолютно всех и никто с ними разговаривать не хочет менеджеры не хотят с ними разговаривать рекрутеры чтобы менеджеров не огорчать значит начинают вы спрашиваете дай мне там твои social security там четыре цифры последних или пять дай мне там покажи свою грин карту ну покажи что у тебя есть разрешение на работу понимаете уже рекрутер тоже не может в таком идиотском положении быть и вот я говорю я думаю то вот еще одна там она была вроде в америке но волонтером яку понятно волонтером все понимаю а второй контракт три месяца я думаю может она тоже была волонтером она не написала но это было семь лет назад и она до сих пор не пишет что у нее есть грин карта ну ну что вот с человеком происходит я говорю поскольку я вижу ты жульничаешь то я и вникать то толком не хочу что ты там чего но и кроме того три месяца проектик три месяца проектик и было это почти 10 лет назад 2007 там ну в общем совсем плохо и я и говорю да она говорит ну вот я же специально я бы тебя у тебя гэп 7 лет она говорит ну вот я же специально пришла к вам школу взять класс я бы послушай я говорю а зачем ты брала класс разве класса заменить тебе experience разве класс закроет тебе там вот эти семь лет ты потратила тысячу баксов я и в принципе никакого продвижения к твоей цели у тебя здесь нет это что она есть класс что нет класса никто тебя за класс на работу не возьмет и вот так мы с ней наверное почти час и когда она уже ушла ну ну то есть мы с ней наметили какой-то путь я я не не хочу добыть и детали лиц но раз уж мы сидим значит надо было что-то такое придумайте но вопрос в чем что она врет она косит вот под что-то такое чем она не является и как только рекрутер узнает что у нее 7 лет гэп они сразу трубку кладут и все с ней никто вообще говорить не хочет ей вроде бы звонят я у тебя на звонки то у тебя мусорная она говорит почему мусорные вот они же звонят я говорю правильно но они звонят они тебе а потому что в резюме написано как они понимают что это ты а это резюме они трубку бросают это правда я буду вот и все я бы весь мусор ты собрала я долго и объяснял уговаривал муж сказать что она должна претендовать на то что она на самом деле хочет я говорю твоя задача чтобы тебя взяли на какую-нибудь работу ты свои 45 долларов получишь там не знаю через через полгода через год получишь но тебе надо скачать на подножку 7 лет гэпта лягу поэтому ты можешь и на 20 пойдешь поэтому ты сделай резюме из которого будет видно и где ты сразу говоришь не что ты крутой их специалист а ты напиши что допустим там там софта там тестер там с образованием компьютерным и тремя годами опыта значит возвращается в индустрию после там некоторого перерыва чтобы люди понимали что ты ищешь возможность встать на ноги и вернуться в индустрию а ты щеки на дула 45 бакс и а там пустота там вообще ничего нет еще даже непонятно если тебя разрешение на работу в общем к чему я рассказываю это все к тому что много очень много людей она далеко не единственная вот кто меня перед глазами вот в этом качестве проходит очень много людей влипают в тяжелейшие ситуации вплоть до депрессии там и так далее когда они натыкаются на то что их ожидания расходятся с их с реальным миром их вот посмотрит куда-то и и вдруг выясняется же не работает он себе построил целый мир на любые слова которые я говорю а у меня есть вот тут у меня есть вот тут у меня есть вот тут и она себе вот это вот все создала и она живет в мире а то что вокруг еще какой-то мир она не и достаточно своего я господи вот вот я менеджер да ты живешь своем мире я же не против живи на здоровье ты же ко мне пришла ты же хоть чтоб я тебя взял так ты в моем мире мне дай то что я хочу видеть разговаривай со мной на моем языке я не беру bullshit вот этот вот то что ты себе нафантазировал это себе оставь ты мне дай ответ на мой вопрос его нету вот я смотрю что ты жульничаешь ты ты читишь ты обманываешь ты может быть ты просто как бы в силу каких-то причин ты просто по-другому не можешь но но это выглядит как-то как просто такой бесхитростный такой обман хоть бы уж как-то умудрилась обмануть а тоже вообще как-то даже и и обмануть ты не умеешь вообще-во чисто дух в общем да к чему я рассказываю еще раз я рассказываю к тому что у людей есть ожидания иногда ты думаешь откуда твою бабушку и все все родню откуда у тебя вот так как такие ожидания с чего они взялись это отдельные вопросы я не что я могу сказать но в практическом ключе я думаю что когда у тебя есть ожидания может быть очень правильным эти ожидания сверить с какой-то шкалой такой другой с другими людьми может быть дать и ну в конце концов в школу пришла учиться и 1000 баксов платишь за курс там по автоматическому тестированию может быть надо было заранее сесть со мной погодить может быть чуть другой и придумать даже не знаю она могла за эти самые деньги пойти на интерншип и у нас есть такая программа там по возвращению в строй людей которые там имеют какие-то проблемы по тем кто когда-то работали тоже вот гэп там еще что-то мы по ее за это время там совершенно но она строит свои планы она живет в мире своих фантазий и она далеко не одна такая и если вы хотите реально прийти в какую-то точку то может быть вам есть смысл озаботиться тем чтобы свои свой план или скажем так свои ожидания свои ожидания относительно действий там достижимых целей и так далее сроков достижения денег которые это стоит денег которые ты будешь получать и так далее так далее так далее вот с кем-то проговорить кто допустим компетентен проговорить с тем кто не компетентен тоже можно но смысла нет многие проговаривают бог знает с кем это это отдельная проблема но в общем я думаю что те кто нас смотрит могут может быть присоветовать что-нибудь в практическом плане такого что мне вот сейчас так сходу в голову не приходит но я хочу сказать что с одним и тем же усилием абсолютно с одним и тем же усилием и расходом времени денег и так далее ресурсов можно получать от жизни удовольствие а можно заторчать как я не знаю кто и и все это только от того что твои ожидания они из мира фантазий они из мира реального хотя мир реальный абсолютно прекрасен и если ты в нем эффективно функционирует что ты можешь сказать сам себе король король там царь горы там и я не знаю кто еще так что ребята реалити чек есть такой термин часто часто можно услышать вот вот этот реалити чек чтобы мы с вами никогда не забывали делать счастливо и и и и и и